Девчонки, всем привет! Ну что, сегодня я сходила по делам, наконец-таки начала разбираться со своими документами и переоформила все карточки, которые у меня были. И вообще хожу по МФЦ, по всяким нужным, необходимым местам. И сегодня была в магнит-косметике, сегодня у меня был закуп всяких мелочей для дома. Поэтому, если вам это будет интересно, я очень рада. Вообще, сегодня много нужно еще делать, успеть сделать. Сейчас уже вечер, я только пришла с детьми, и завтра нам нужно пройти будет комиссию. Мы завтра пойдем ортопеды проходить, поэтому завтра как раз-таки всем этим займемся. И сейчас я вам все покажу, и большинство кину в стирку, потому что очень много нижнего белья, носочек, носки я не буду стирать. А вот нижнее белье надо, поэтому сегодня хотела для детей закупиться, потому что дети выросли, особенно Юрка. Поэтому сейчас я вам покажу свои покупочки. А еще посмотрите, какая у меня тут красота. У меня здесь хлорофит, который у меня вырос уже очень большой, красивый. И тут стоит у меня традисканция теперь, поэтому решила вот так вот облагородить детскую. Мне понравилось. Весной вот этим надо будет заниматься, потому что все цветы надо будет пересаживать. И вот эти вот уже вылезли из подоконника по размерам, потому что они уже прям огромные стали. Сейчас я вам покажу, что я хотела давно купить. И наконец-таки это купила. Все мои маленькие покупки из магнит-косметика. Сегодня у нас было 15 число, поэтому я еле себя подняла, чтобы туда пройтись. Но мне туда надо было. Я взяла, во-первых, сковородку 26 сантиметров, крышку для нее. Она стоила 150 рублей, минус акция, поэтому вышла еще бюджетнее. Там был только такой вид, были еще виды, которые подороже, но у нас вот такие вот очень хорошо используются. Мне не нравятся, они хорошо служат. Мне еще ни одна крышка от сковородки не поломалась, не раскололась, поэтому мне нравится именно такие использовать. Поэтому сотру наклейку, уберу и все. Дальше Рома просил у меня вот такую лопаточку. Он тогда хотел очень сильно купить. Не знаю, почему он хочет именно деревянные, но я прочитала состав. Здесь состав бамбук, поэтому я решила взять. Они там 90 рублей стоят. Есть ложки, есть лопатки с дырками я взяла. Есть просто лопатки. 90 рублей минус скидка. Материал очень хороший, поэтому здесь никаких занозок, ничего нет. Очень классная лопаточка. Также увидела поставку под ложку. Мне понравился цвет, мне понравилось то, что она легкая, она пластиковая и стоила на 30 рублей без акции. То есть по акции она еще бюджетнее, потому что свою старую, которую покупала года 3 назад, я ее уже потеряла. И давно уже не пользовалась такими штуками. Очень давно хотела взять. Хотела взять деревянную, но деревянной не было. Была либо пластмассовая, либо стеклянная, поэтому стеклянную не стала брать. Она тяжелая такая, если разобьется, будет неприятно. Поэтому это маленькая, легенькая, цвет такой нейтральный, поэтому решила взять. Также доски. Там очень классные доски появились из бамбука, по-моему. Они идут уже от фирмы Magnit, которая там Royal Kitchen, по-моему. И они реально классные. Они вот такого размера, толщиной, очень тяжелые, увесистые, добротные, но они стоят 500 рублей. И я решила взять вот эту. Она стоила 300 рублей минус акция, поэтому вышла подешевле. И доска разделочная из бамбука. Мне понравилось то, что она легкая, из бамбука. У нас прошлая была из березы на отвратительного качества сит-прайса. Вот эта доска прям хорошая. Я знаю, что она будет. Поэтому потом проведем ревизию на кухне. И как раз таки это нужно было именно для нее. Мне понравился и размер, и цена, поэтому решила взять. И самое главное, что мы давно хотели взять, это букварь Жукова. Все говорят, что он очень хороший. Когда я его видела в магазине, мне девчонки писали. И я посмотрела внутри. Мне понравилось, как здесь все написано. Она стоила 300 рублей без акции, по акции дешевле. Поэтому решила взять, чтобы была. Будем заниматься. Нам как раз таки говорили, вот есть буква Ш, допустим, Ш шипеть надо. Потом Ш, А, А, Ш, 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 Шар. Вот так вот учить надо. Именно целиком Ш, 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 Ш. Вот. В общем, будем заниматься. Вещь очень хорошая. Я думаю, что нам с Юркой будет чем заняться. У нас, кстати, очень хорошо учится читать. Вот даешь ему книгу или там проходит он где-то, что-то читает. Ему интересно вот складывать буквы, допустим, чтобы что-то получилось. И уже пытается повторять и прочитывать по целому слову. Так что он у меня молодец. И вот это вот все маленькие покупки из Магида Смит. Я рада, решила посмотреть, сколько у меня там бонусов, что там есть по акциям. Поэтому сразу увидела на сайте, что у них акции на повербанке. Нам как раз таки он очень нужен был, потому что у нас старый почти поломался. И стоил он 700 рублей по акции. Поэтому я решила взять плюс бонусы. У меня обошелся где-то 350 рублей. Очень классная цена. 10 тысяч миллиампер часов. Здесь тип С. Мне понравилось. Поэтому я думаю, Роме вот этот новый отдам. Будет подарок тип на 23 февраля. А себе возьму его старый, потому что дома мне иногда пригождается. Поэтому такая мелочь, а приятно. Поэтому я рада, что я ее взяла. Самые главные покупки, которые мне были нужны именно сегодня. Поэтому я решила взять. Я была в магазине Планеты Одежды и Обуви. И эконом-карман. Взяла три маечки Юрки. Они по 80 рублей вышли. Классные маечки. Я ему взяла размер 10, чтобы животик не жали. Классные. Мне понравилось то, что они мягенькие. Поэтому решила взять вот такие нейтральные рассветки. Не супер детские. И вроде как-то, не знаю, подростковые. И сейчас я их тоже закину в стирку. Ярлочки сниму. Вот. Купила носочки Юрки. Решила попробовать вот такие в первый раз. Там он видел классные. 31-36 размер. То, что у Юрки уже такой размер. Серые, синие, черные. Вот. И обычные такие носочки. Там по 35 рублей у нас продаются. И здесь размер 7-9 лет. Как мне надо было. Вот такие. Как будто в школу уже отдаю. Мне очень понравилось, как они выглядят. Такие классные. Надо было, наверное, побольше взять. И взяла две пары нижнего белья. По 150 рублей. По две штуки. И мне понравилось то, что я нашла наконец-таки размер. Это размер у нас 2XL. Очень классное белье. Мне нравится. Плюс они постирают. Снежка подсядут. Юрки все малы. Поэтому я решила взять, чтобы было хорошо. Я смотрела. Потому что я тогда брала, знаете, на скорую руку. Задорого. И размер оказался маленький. Поэтому это такая, знаете, ну максимум пойдет. Поэтому я на Юрку не буду использовать. А вот эти хорошенькие трусики. 150 рублей две штуки. Почему не взять? И я очень рада, что взяла. Потому что их надо было все обновить. Сейчас я бирки все срежу. И все кину в стирку. Потому что вот это как раз темное белье. Носки оставлю. Вот это со светлым потом постираю. И вот такие вот трусишки себе взяла. За 60 рублей. Раз, два, три, четыре, пять штук. Надо было мне все обновить. Тоже все классные. По 60 рублей. Решила себе взять. Не париться. Вот все, что нашла своего размера. Размер у меня XXXL. Или 46-48. То я решила взять. Потому что размеров мало. Или совсем маленькие. Либо совсем большие. Вот именно моего было мало размера. Мне понравилось, как смотрится. Вот это вот нарядное, например. Вот это ежедневное абсолютно. Я вообще беру в основном ежедневное. Потому что мне нравятся вот такие вот серые тона. Серые, бордовые, бежевые, капучино. Вот люблю я такие самые простые. Поэтому сейчас я это все кидаю в стирку. Я очень довольна сегодняшним закупочем. Дело считаю очень продуктивно. Потому что вот такие мелочи по жизни, да, нужны постоянно. И хочется их, чтобы они были всегда. Хочется, чтобы они были, но вот соответствовали размеру. Поэтому я решила вот сейчас ходить и взяла. Не знаю, что такого в этом показывать. Поэтому решила вам показать. Поделиться с вами. И сейчас я буду здесь уже наводить порядок. И закупила продуктов чуть-чуть. Но я вам сейчас тоже покажу, наверное, как на кухне разберусь. Загружу сейчас всю стирку. И вот это вот все, ну, короче, рассортирую. Посмотрю, потому что все нужно пересортировать. Поэтому надеюсь, что вам это видео понравится. И вот так, хотела показать, выглядит мой красавец хлорофитом. Который вообще очень красиво вырос. Очень такой кудрявый, пушистый. Над Максимкиной кровати стоит. А вот эта красавица трудисканция, которую я вам давно не показывала. Тоже очень красивая. Но ее надо все обрезать и сдать ей горшок побольше. Потому что из этого малюсенького горшочка вот это вот все торчит. Горшок уже перевешивается. Но прикольно она смотрится, конечно. Мне понравилось. Дети перерывали у меня, что у меня хранится. Какие цветы у меня растут на подоконнике. И решили себе взять. Мне тут дефимбахия выросла, как не знаю что. Она просто огромная стала. Она уже падает. Ей уже не хватает места. У нее куча деток. Поэтому весной надо будет заниматься. Переукоренять я так чувствую. Здесь у меня... Короче, девчонки, цветы растут. Цветы пышут. И весной будем всем этим заниматься. Потому что дел, как всегда, будет много. И сушилка у меня пустая. Поэтому сейчас ей... Она прям жаждет, чтобы я постирала. И заполнила ее поскорее. Потому что тут прям горит. И завтра, возможно, скорее всего, когда мы уйдем в садик, Рома, наверное, будет заливать полы в ванне и туалете. Потому что нам нужно перед ремонтом залить полы. Он хочет, чтобы были немножко поднять уровень. И посмотрим, что получится. Если получится, будет круто. Потому что мы уже давно затягиваем. Нету ни времени, нету ни желаний, нету ни сил на ремонт. Но надеюсь, что скоро совсем все-таки это все продвинется. И будет вообще очень круто. А я пока что буду все разбирать, стирку запускать, не знать с вами без вас. И разбираться, и уже готовиться к вечеру. Потому что нужно ужин приготовить, надо продукты разобрать. Ну вот, как обычные ежедневные будни белки, можно сказать, когда нужно все успеть. Всех накормить, всех одеть, всех обуть. И самой уже отдыхать. Поэтому сегодня вот такой маленький видосик о моих покупках. Блин, трусишки мне нравятся. Как они вообще смотрятся. Очень классные трусишки я взяла на Юрика. Мне очень понравились. Сейчас я вам покажу тоже. Запустила я стирку. Я очень довольна. Потому что я сейчас заполнила все документы, которые нужно завтра в садик отвезти. И можете меня поздравлять, теперь я самозанятая. Наконец-таки я это сделала. Я очень долго боялась это сделать. Очень долго волновалась, что я сделала что-то не так. Сегодня даже пришла в МФЦ, думала, мне помогут, мне не помогли. Стирку я запустила, поэтому немножечко шумит. Вот, сейчас я сидела, короче, заполнила все до конца. Сделала все как полагается. Паспорт туда внесла. И теперь я официально буду платить налоги со своего дела. Я очень рада, потому что мне и в будущем, я думаю, это пригодится. Потому что какие-нибудь небольшие задачи выполнять я могу спокойно с этого. Теперь буду платить налоги. Я очень рада. Теперь у меня будет рабочая карточка, которую я уже оформила. Туда именно будут поступать денежные средства от рекомодателя, например. Поэтому я очень рада, что занялась этим. Можно сказать, я повысилась, потому что раньше я все время стеснялась чего-то, все время боялась. И теперь я официально, можете мне поздравить, что я теперь официально стала самозанятой. Поэтому, если будут какие-то вопросики, пока что я еще никого ничего не оформила. В смысле, услугу никакую никому не сделала. Но все равно, я уже, если что, кому надо, пишите интересные вопросы, создавайте. Буду с радостью на них отвечать, если вам это тоже интересно. Наконец-таки я решилась. Я девчонки думала об этом, очень переживала, боялась. И думала, что-то напортачу, сделаю что-то не так. Все оказалось намного проще. Дела 10 минут буквально. Единственное, что мне не хотело распознавать фотку по паспорту. Потому что в паспорте у меня фотка с 15-го года. Получается, я когда вышла замуж, я фамилию не меняла. И мне там как стоит паспорт 16 лет или 14, я сейчас не помню. И теперь у меня лицо не совпадает, потому что, естественно, у меня и стрижка поменялась. И вообще изменилось лицо, повзрослело. Поэтому есть момент, что с паспортом не было совпадения такого небольшого, маленький момент. Но я очень рада, теперь можно официально заниматься своим делом. Я очень рада, поэтому, девочки, можете меня поздравлять. Наконец-таки, надо было сделать это раньше. Но вот что-то я как-то нет. Но лучше поздно, чем никогда. Поэтому сейчас я начинаю этим заниматься официально. Все, эти цветочки мои меня радуют. Они так вкусно пахнут. Смотрите, какая тигровая, прикольная здесь какая. Я, короче, не знала, как смотрела сегодня, как тюльпаны. Давайте поближе поставлю. Смотрела сегодня, когда пришла. Я не знала, как держать тюльпаны дома. Потому что мне хотелось, чтобы они как-то получше раскрылись. То, что аромат уже, когда заходишь в квартиру, на всю квартиру. Очень приятный цветочный аромат. И я сегодня смотрела. Там сказала, девушка, косой срез нужен. Кто-то сказал, что прям в воде обязательно нужно резать. Не знаю. Я просто отрезала ножницами. И, получается, сделала косой срез. Сегодня опять-таки обновила воду. Вчера купила, сегодня обновила. Вчера я ничего не резала. Хотя надо было, но обновила воду. Убрала нижние листья. И вроде всё. Вроде всё. Такая красота меня радует. Мне очень нравится. Нюхать их. И дети нюхают. И прям до зала переносится запах. Поэтому я очень рада. Сегодня я пришла в магнит. Потому что вчера в магните их брали. И там остался всего один кустик. Потому что всё остальное разобрали. И это очень круто. Потому что они там такие подмёрзшие. Такие холодные. Мне их жалко было. Вот. И жёлтый разобрали. И белый разобрали. Теперь у нас там стоят гиацинты. Если кому интересно. У меня там никогда не был гиацинт. Я всё время смотрела. Смотрела. Но мне не нравится этот цветок. Как он выглядит. 90 рублей. Луковичка. Ещё стоит. Которая ещё не распустилась. Поэтому к 8 марта, мне кажется, уже совсем скоро всё распустится у всех. Будет красота. И будем мы опять с цветочками ходить. Потому что я соскучилась по зелени. У меня этот снег уже каждый день. Уже вот тут сидит. Хочу зелень. Хочу весну. Хочу, чтобы было тепло. Классно. И чтобы ушёл ужин наконец-таки этот снежок. Поэтому, девчонки, я сегодня буду на этом с вами, наверное, прощаться. Стирка стирается. Сейчас буду ужин готовить. Вообще, чувствую. Знаете, вот немножко уборки сделала вчера. Такое чувство, что в голове что-то разгрузилось. И надо продолжать всё делать. И делать то, что важно. А не то, что вот привыкла. То, что документы у меня лежали уже два дня. И сегодня как раз-таки всё заполнила. Завтра врачи. Вот почему у меня долго тоже не выходит нормально. Потому что я всё хожу с Макс по врачам. Проходим комиссию. И завтра у нас один врач. И потом надо... И время постоянно разное. Нужно детей забирать с одной. Бегай туда-сюда. Иногда с двумя. И остался педиатр и ортопед. Так что, надеюсь, поскорее мы всё это пройдём. Сейчас документы заполнила. И всё. Наконец-таки мы будем свободны. И ребёнок будет свободен. И я буду спокойно заниматься домом. Возможно, ремонтом. Посмотрим, как получится. Вот. Вчера доски напилили. Я уже от этого очень рада. Сегодня на этом я с вами буду, наверное, прощаться. Девчонки. Всех обнимаю. Всех целую. Я очень радостная. Порадуйтесь за меня тоже. И всем до новых встреч. Всем пока-пока.